5 июня 2016 года весть о серии терактов в Актобе потрясла всю страну. Тогда нападению подверглась и воинская часть, которая проходила службу сырым сундетов из Шимкента. Он со служивцами и начальником Карула первыми приняли на себя удар нападавших. За проявленное мужество его наградили медалью Жауэн Герлик и Ерлиги Ушин. Сегодня рядовой, переживший теракт, служит в Национальной гвардии Шимкента и занимается воспитанием молодого поколения защитников Отечества. В этой части сырым сундетов – живая легенда. В июне 2016-го он проходил службу в войсковой части в Актобе. Тогда в городе и произошли события, взволновавшие всю страну. Он не побоялся вступить в бой с вооружёнными террористами и едва не погиб. Его ранили в грудь и в ногу, резали ножом, но не сказал, где находится склад с боеприпасами. «Подвиг сырыма сегодня служит примером для подражания молодому поколению. Он очень ответственный и храбрый человек. Мы с гордостью рассказываем, что служим с ним в одной части, что живём с героем в одном городе». Ещё мальчишка сырым мечтал о военноформе. Хорошо учился и был примерным сыном. Заботился о ближних, защищал слабых. «Моя супруга очень больна. Поэтому, когда я был на вахте, все заботы о матери и младшем брате ложились на плечи сырыма. И он их кормил, поил, следил, чтобы мама вовремя принимала лекарства. Наверное, поэтому он у нас такой ответственный. А когда мы узнали, что он ранен, это был большой удар. Мы боялись, что потеряем его». «Я знаю, что жизнь – это самое большое испытание в жизни человека. Мужчина должен быть сдержанным, должен уметь простить и всегда делать правильные решения. Вот так вот учил меня отец». Теперь он обучает молодых бойцов. А сам, как и всякий солдат, мечтает стать генералом и главой большой семьи. «И как минимум 4-5 дочерей и сыновей». Наталья Цонурмахамусатов и Нурмахамик Пуратов. Шимкент, Хабар, 24.